Всех приветствую, в эфире Крылаев ТВ, напоминаю наш партнер Медицинский Центр Призмы и мы благодарны нашим спонсорам подписчикам на Патреоне. Сегодня у меня в эфире долгожданное возвращение Владимира Воли. Здравствуйте. Да, так как возвращение блудного попугая, только это здравствуйте, конечно же, в новом году. Ну, Новый год, новые события. Конечно, возвращение. Ну так, зрители соскучились и по многочисленным заявкам от вас услышать комментарии, что же происходит с Дональдом Трампом. Просто вот вы и так говорили в предыдущих эфирах, что и выборы у него не очень хорошо идут, а сейчас вообще все импичментом закончилось. Так что вот расскажите, как он дошел до жизни такой? Ну, в принципе, дошел. Он жил той жизнью, которой он жил все предыдущие годы, все годы своего президентства. Просто политическая борьба, которая в течение этих лет постоянно получала все новый формат и новый градус напряжения, да, вот она выплеснулась в итоге в том, что мы увидели в формате президентских выборов в ноябре-декабре. То есть фактически это был пик борьбы Трампа со всем окружающим миром и борьбы трампистов и антитрампистов в самих Соединенных Штатах. Поэтому Трамп не дожился до такой жизни. Это логичный финал внутриполитических процессов в Соединенных Штатах. Я уже говорил раньше много раз, что есть Трамп с точки зрения символизма. Это вот некий рецидив той белой консервативной Америки, того былого могущества, величия, которое ускользает безвозвратно, бесповоротно и так далее. И часть американского общества, она пытается это удержать. Но как не вернуть молодость, да, так и не вернуть то, что уходит. Поэтому Трамп был попыткой вот части Америки удержать вот ту ускользающую Америку, которая постепенно, но все же уходит в прошлое. Ну и то, во что превращается Америка, естественно, эту белую консервативную часть настораживает и пугает. И они пытаются сохранить. Вот белый консерватизм американский, он сейчас вот воплотился в популизме Дональда Трампа, в его полуграмотной, полукомпетентной политической позиции по внешним вопросам, по внутренней. И в итоге мы дошли до того, что фактически вся система, все американские институты были поставлены под сомнение, особенно институт выборов, демократии, доверия к социальным институтам, к американской власти как таковой было поставлено под несколько больших вопросов. Кстати, если говорить о том, что мы пережили в прошлом году, то я тут много видел, читал и в заголовках, и не только в заголовках, комментарии, что 21-й год это начало новой эпохи. Фиг вам, извините, начало. Кто проспал 20-й год, для них оказались события, которые произошли под конец года, знаете, предпосылкой для начала новой эпохи. На самом деле мы уже нулевой год прожили, как первый год вот этой большой эпохи. Я напоминаю, что когда саммит был в Буэнос-Айресе, да, 1 декабря 2018 года, говорил, что это было стояние на реке Угре, да, своеобразное, между Америкой и Китаем. Это стояние завершилось ничьей такой. То есть американцы не смогли уже поступать с Китаем так, как они могли бы поступать ранее, и как они поступают со многими государствами. Поэтому вот это была предыстория, да, а по-настоящему вот 2020 год, нулевой год, он как нулевой пациент, так сказать, первый родовой год целой вот эпохи. Вот он. И все, что там произошло, это вот уже контуры вот этой нового как минимум 12-летия, 10-летия, 12-летия. Поэтому что мы увидели? Мы увидели новое качество политики американской, внутриполитической ситуации. Мы увидели, увидели, что внутреннее противостояние дошло до некого беспрецедентного качества и формата. Мы увидели, что американское общество разделилось на два лагеря, и не по расовому признаку, хотя он тоже присутствует, а по многим, так сказать, вопросам. И кроме того, мы видим, что были поставлены под сомнение американские институты. Честность американских СМИ, это вот и раньше было, да? Но вот нулевой год, он был настолько попиюще показательным, чего стоит на самом деле свобода слова по-американски, да? Демократия вся эта, цензура, бесцензуры и так далее. И плюс манипулирование, популизм, небольшие активные радикальные группы и со стороны Байдена, и со стороны Трампа, и пресловутые двойные стандарты, которые, в общем-то, вылились в событиях возле Капитолия. То есть, что такое захват Капитолии, как говорили, падение Капитолия, падение Олимпа, да? В микроварианте падение Капитолия. Что это такое? Это прецедент. Прецедент, когда под сомнение были поставлены работы институтов, связанных с выбором комиссий, как штатов, так и на уровне Соединенных Штатов. В целом, да, на федеральном уровне. И захват Капитолия. Вы понимаете, что как бы сейчас жестко не наказали тех людей, которые ворвались, вот это вот десятилетие, вот оно, десятилетие вот окончательного завершения старой, прежней, послевоенной эпохи, послевоенной, в данном случае, не совсем корректно по отношению внутренней политической, внутреполитической истории США. Но вот то, что мы увидели, это вот эта разделенность Америки. Мы увидели, что попытку, ну не цветной, как говорят, а вот я бы, если уже и называл это попыткой революции, с большой натяжкой, конечно, никакая это не революция, но знаете, белая революция, так сказать, условно. Среди протестующих возле Капитолия, среди участников марша в поддержку Трампа, сколько я не всматривался в фото-видео, там белые в основном ходят, да. У Трампа, у Байдена это другая история. Ну и плюс символизм команды Байдена, да, и символизм тех назначений, которые уже были анонсированы. Там представители афроамериканского, афроамериканцы, азиаты, латиноамериканцы по происхождению и так далее, много женщин, то есть вот весь этот спектр той Америки, которая идет на смену Америке, которая цепляется с помощью Трампа за, так сказать, за право оставаться самой собой, да, не уйти в прошлое. Вот мы увидели вот четкий вот этот водораздел. Кроме того, система выборов поставлена под еще большее сомнение, и я думаю, что вот история еще с прошлых президентских выборов 16-го года, когда Клинта высказалась за смену избирательной системы, все еще более эта тема актуализировалась. Вот смогут ли они в ближайшие 4 года провести изменения избирательной системы, это вопрос. Возможно, они еще будут цепляться за эту архаичную, как говорят, систему, да, историческую, но она уже дает сбой. И что? Ну, во что катится Америка, в какую историю? То есть Байден, не Байден. Кстати, я не знаю, кого больше нужно поздравлять с избранием президента. Байдена или Харрис, да? Это не вот эти крашеные лебеди, которых, как у нас, любят говорить, но Байден стар, и Байден может умереть. И кто после него будет президентом, естественно, Харрис, да? Поэтому неизвестно, может ли такое случиться в ближайший год, в течение двух ближайших лет, трех или четырех, или Байден благополучно полностью пропрезидентствует целую каденцию, но, тем не менее, вот такой момент, он возник. И этот фактор, да, в неизвестно какое время, может привести к тому, что у Америки фактически будет другой президент, вроде бы и без выборов, но Камала Харрис в команде Байдена, как второе лицо, да, это одно, а сама, как президент, это другое. Насколько я понимаю, что в случае, если Байден по каким-то причинам вдруг не сможет исполнять обязанности президента, Камала Харрис будет президентствовать до конца срока, каденции. Или же возникнет в силу внутриполитических каких-то трений, дискуссий о том, чтобы провести новые выборы. Опять-таки, по этому поводу, может, учитывая наэлектризованность американского общества, может возникнуть и такой нюанс, да, могут встать на ДП и сказать, а мы ее не избирали, она была на то. То есть ломка традиций в части избирательных правил, она вполне может касаться и не только самой избирательной системы, но и вот этого принципа, когда каждый почетным годам выборы и даты выборов четко прописаны, что вот такого-то числа выборы, такого-то числа утверждения выборов на уровне штатов, да, в декабре, там, 14-го, кажется, 6-го на уровне конгресса и 20-го инаугурации. Все-все долго вот именно к этим датам привезано. Поэтому посмотрим, что оно там случится. Но Америка, главный итог еще для Америки, кстати, в отношениях с Китаем. Там некоторые наблюдатели, да, не знаю, откуда они это берут, за кем-то повторяют, рассказывают, что Трамп выиграл у Китая. Ничего он не выиграл. Трамп проиграл все, что мог проиграть. Даже к тому же Ким Чен Ыну проиграл, он полностью провалил это все направление. Южно-Китайское море, Гонконг, Тайвань. За Тайванем пытаются играться. Но все, 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 в принципе, не все, я это, конечно, утрирую. Но большая часть из того, что делал Трамп во внешней политике, это какие-то остановившиеся на полпути стратегии, застрявшие, да, либо брошенные, недоделанные, недоведенные до ума, либо те, которые просто оказались провалами, потому их предпочли умолчать и переключить внимание на другие. Ну и еще, что касается схожести между администрацией Обамы и Трампа. Вот мы видели, когда Обама проиграл выборы, и в последние недели перед наугацией Трампа Трампа, он запустил кучу санкций против России, то есть что пытался? Свинью подсунуть Трампу под его президентство, да, а вот ты теперь делай с этим. Ну, что хочешь, то и делай. Посмотрим, как ты, пророссийский Трамп, ну, по крайней мере, в таком контексте, будешь теперь, что ты будешь поступать, а сейчас мы санкции против России введем много. Вот подобным образом сейчас поступает команда Трампа, которая везде кучу всякого, пардон, дерьма, да, вот завалов, провалов, то есть во внешней политике сложностей создает для администрации Байдена. То они санкции против этих ввели, то Кубу вернули в список спонсоров, террористов, то еще кого-то вернули, то есть по Ближнему, Среднему Востоку этого всего много. Ну, и вот история с отказом соблюдать соглашение с Китаем по Тайванию. Это на самом деле пока что все вот эти сложности, которые создает Трамп под своими этими всякими санкциями, антикитайскими, антииранскими, ну, антииранская это отдельная история, это все не более чем побольше пакостей создать вот это Байдену давай разгребаем и посмотрим, как ты не про китайский будешь снижать пошлины, урегулировать вопросы, вопросы с Тайванем. То есть это не столько борьба с Китаем, сколько вот создание пакостей для Байдена. Так что вот такая вот история с Соединенными Штатами. В самом ли деле, кстати, Байден будет снижать пошлины? Есть ли в этом какой-то смысл? Вот сегодня с одним из моих давних товарищей мы обсуждали этот вопрос. Американские санкции против Китая и на что они могут повлиять? Насколько? Я считаю, что нужно подождать инаугурации Байдена. И я думаю, что какая-то часть санкций будет снята, часть вот этих жестких позиций по Китаю будут отыграны назад. И тогда мы увидим, что в этой политике США было слишком трамповское, субъективное, а что оказалось как раз проявлением изменения нового, то есть появление нового качества международной политики, в том числе взаимосвязи и противостояний. Все-таки итог нулевого года, нулевой год, кстати, если говорить о символах, то этот год прошел под знаком Китая во всех смыслах. То есть и пандемия, которая, по крайней мере, в видимом ее, в информационном плане, в видимом сегменте началась вроде бы с Уханя. Неизвестно, может быть, она началась в 2019 году, как многие уже сейчас исследования показывают. Но, тем не менее, мы узнали о ней, когда вот началось все в Ухане. Дальше, смотрите, Китай увеличил экспорт, Китай более эффективно справился со всеми этими вакцинами. Китай продемонстрировал новшества в военной сфере, а именно у Китая появились подразделения военных дронов в самых разных сферах. Нужно вспомнить и учения в Синьцзяне в августе, где использовали беспилотники для борьбы с танками, плюс учения, которые были проведены в проливе возле Тайваня, высадка морского десанта с использованием беспилотников, как подводных для разминирования, так и поддержка высадки десанта, малая техника, беспилотники, воздушные беспилотники. То есть 5G и военные беспилотники, и вообще беспилотники, это вот то, в чем Китай оказался, по крайней мере в контексте такого уже массового использования, оказался впереди. Кроме того, если говорить о Китае, это Луна, это космическая программа. Кроме того, Китай это самый совершенный квантовый компьютер, это самый совершенный плазменный реактор, это гиперзвуковые двигатели, которые не только у России, но и у США, и у Китая. То есть мы увидели, что Китай подтянулся по многим вопросам и в каком-то смысле обозначил тренды. Так вот, уже 2020 год он задал контуры как минимум 12-летия, и контуры выглядят следующим образом. Основные направляющие развития. Ну, начну с того, что да, Китай стал... То есть это технология, конкуренция за технологией 5G, обладание как стратегический ресурс для роботизации для всевозможных беспилотников, в том числе масштабного использования роботов. Хоть это транспортные перевозки, хоть там доставка, хоть это исследовательские судна, подводные, воздушные и так далее. Плюс это борьба за ближний космос. Именно борьба за ближний космос. Ближний космос я называю, подразумеваю, это Луна и орбита. Вот она, эта борьба обозначилась как важное стратегическое направление. Маск за Марс. Но если говорить о нацеленности Маска на Марс из Соединенных Штатов, то это, знаете, выглядит как китайская синица, синица в руке у Китая Луна и Марс, как журавль в небе у Маска. И в любом случае есть свои плюсы и минусы и в той и в той стратегии, но борьба за космос это в первую очередь борьба за ресурсы космоса и еще в более первую очередь за технологии, которые возможны в космосе. Потому что научно-технологический прогресс уперся в эту стену отсутствие новых материалов. Новые материалы приходится создавать, истощение ресурсов на Земле выглядит уже довольно обозримо. Вот то, что касается нефти, газа, по крайней мере, каких-то еще ресурсов. Поэтому все сейчас начинают соревноваться за космос. Ближний космос, средний космос. Это я условно называю Марс. Возможно, в эту зону добавится со временем еще какие-то орбиты каких-то планет. Но, тем не менее, вот мы видим борьба за космос. Россияне свою программу модернизируют космическую. Начали китайцы завершать создание орбитальной станции в 21-м году. Ну, Маск тоже пытается новое качество полеты запустить, запустить что-то на Марс. То есть, вот мы увидели, да, ну и плюс глобализация, бесповоротная глобализация. Плюс мы увидели, что даже пандемия не смогла разрушить вот эти связи, которые возникли в эпоху, собственно, глобализации, как основной глобализации послевоенной с 48-го года, которая с 1948-го года. Ну и сейчас фактически началась новая или продвинутая глобализация, глобализация плюс, так сказать, которая просто знаменовывается усилением этих связей, качеством снижением безбарьерности. Если говорить о суверенизации, о которой некоторые говорили весь 20-й год с пандемией, то суверенизация, возможно, в нескольких случаях. Во-первых, это если страны находятся под санкциями и ничего не остается делать, как создавать замкнутые циклы. Суверенизация – это создание замкнутых циклов или почти полных циклов, связанных с производством оборонной продукции, стратегической, в первую очередь. И суверенизация связана рядом с вопросом с разработками новых технологических, новых материалов, прорывных технологий и в том числе в сфере здравоохранения. Вот эти сферы – да. Все остальное мир был большим рынком и станет. Кстати, и еще, что мы увидели по 1920 году и что является тоже одним из маркеров эпохи, которая вот уже мы прожили первый год этой эпохи, да, 1920 год. Что мы увидели? Рим, 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 Рим и инструментом римской экспансии были армия и римские дороги. Вот, 20-й год был годом триумфа китайских дорог, которые пронизывали до этого несколько лет, вот, выстраивалась инфраструктура коммуникаций через всю Евразию от Китая до Атлантики, да, и я думаю, что уже можно говорить, что эта стратегия выходит на новый качественный уровень, и в это 12-летие китайские дороги начнут сшивать Африку. Стратегические экономические связи в мире тоже как бы переконфигурируются. Вот, то, что мы видели с этим всеобъемлющим региональным экономическим партнерством, это на самом деле некий скорее рамочный формат. Кроме него существует много других зон свободной торговли в двустороннем формате, в трехстороннем формате, которые созданы Китаем в Юго-Восточной Азии, которые созданы Китаем в странах Средней Азии и так далее. Кстати, подписана, завершена работа над масштабным инвестиционным соглашением между Китаем и Евросоюзом. Так вот, это все как бы хорошо, но вот эта глобализация, эта глобализация как раз многослойной интеграции, да, многослойных этих зон свободной торговли наслоений, они друг друга не отменяют, они дополняют, восполняют какие-то пробелы, ну и кроме того, это еще эпоха связанной конкуренции, когда конкуренция возможна лишь в рамках, которые созданы вот этими форматами промышленной экономической торговой кооперации, а в Африку по-видимому будет перемещение немалой части производственных мощностей, мы увидели, что Африка, как и Евразия, уже превращается из таких задворков, где могли идти войны сколько угодно, в более-менее контролируемую территорию, вот обострение в Эфиопии, которое некоторые светилы расписывали, как преддверие большой африканской войны, и все устанут, все ужаснутся и так далее, на самом деле все это оказалось не менее чем локальным обострением, потому что это невыгодно ни Судану, ни тем людям, которые вложились в Судан с инвестициями, ни тем, кто вложился в Эфиопию с инвестициями, в Эритрею, некому воевать друг с другом, везде вложены инвестиции одних и тех же государств, разных, поэтому никому это не нужно, вот сейчас в Центрально-Африканской республике новая вспышка гражданской войны, но это дело такое, там периодически что-то вспыхивает, и то я думаю, что в ближайшие несколько лет, лет 5-7 может быть произойти, могут произойти процессы, которые приведут все-таки к большей стабилизации ситуации, возврату какому-то холодному миру, экономика неумолима, вот так же А насчет саверенизации Великобритании, давайте раз уж о Европе говорим. Если говорить действительно о маркерах, маркерах 20-го года и эпохи, для которой он был первым, то это, конечно же, увядание британского величия, тоже видел, там кто-то рассказывал о возрождении нового британского имперского величия проектов, это полная чушь, прямо говорю, почему? Потому что часть, консервативная часть британского общества, по-видимому, еще не поняла, в какую эпоху они живут, да, и они думают, что что-то может сама Британия сделать без колоний, британское величие это колонии, колонии нету, все, поэтому я думаю, что вот год 20-й был первым годом Британии вне Евросоюза, за этим локдаунами беспрецедентными прячется не только неготовность британской системы справиться с количеством тяжелобольных, но и я думаю, это все используется для того, чтобы в превентивных мерах, чтобы не допустить всплеска этого недовольства этим всем Брекситом, потому что пока что переключили внимание, что это все локдаун, да, но когда бутерброды уже отбирают пограничники у британских этих водителей, дальнобойщиков, они еще до конца не поняли, что это такое, да, не осознали, поэтому я думаю, что все у Британии после того, как она вышла из Евросоюза в самостоятельном плавании, ей останется просто интегрироваться в эту глобалистику и дальше, просто в самостоятельном формате, но никакого былого величия Британии уже не будет, все, это вот, знаете, мне напоминает, подождите, в мультике, мультик, мультфильм, люблю я мультфильмы, раньше любил смотреть, Алеша Попович Штугарин Змей, это когда они к Святогору пришли за помощью, да, старый немощен, то есть вот эта вот тень, да, Святогор заходит, снимает доспехи, это старенький такой едок, да, пойдешь там сразу, старый немощен, вот это то же самое с Британией, старый немощен, если говорить о Евросоюзе, то Евросоюз пока будет вот в таком же формате кувыркаться, никакого распада там не будет, может быть, будет перераспределение, некая условная поляризация, но это уже после коронавируса, кстати, вот в Италии кризис, то есть несколько политических кризисов внутриполитических с выборами вполне возможно, и в Чехии, и в Польше интересно политика развивается, завершается эпоха Меркель, целая эпоха по своему значению для немецкой истории, вот, железный канцлер Бисмарк был Гитлер, который при всех нюансах он встряхнул Германию, да, хоть и негативный и крайне исторический персонаж преступления нацистов, но тем не менее все-таки тут, плюс дальше кто из позитивных уже персонажей, если выбросить эту черную страницу с Гитлером, да, Конрада Денаур, дальше Гельмут Кель и дальше железная канцлерина Ангела Меркель, вот, заканчивается эпоха Меркель, заканчивается эпоха, когда было как что-то нечто личностное в вопросах касающихся России и экономики и политики и Украины и других, да, то есть новое поколение входит в немецкую политику, новое поколение берет власть в свои руки, по поводу, кстати, по поводу Венгрии, вот, да, там тоже могут быть изменения, но пока что, то есть, качнуться в другую сторону вся эта история, но не в пользу Орбана я имею в виду, но тем не менее у Орбана, как у Эрдогана, вы знаете, есть возможности удержать и укрепить свою, то есть, крепко держать власть еще как минимум нескольких лет. Вот, кстати, если говорить о персонажах, неудачниках, да, то это Джонсон и Ким Чен Ын совсем дорогую игрушку статусную получил, понимаете, ракетная ягодка. Ну ладно, Джонсона обижает. Но Ким Чен Ын-то Что с этим делать? Да господи, это же еще, даже отец во Францию решил переметнуться. Куда же это тот? Вы понимаете, родственники бегут от него уже. Не то, что мы это тот. Вот из самых неудачников, да, кстати, Ким Чен Ын получил дорогущую игрушку, этот ракетно-ядерный полноценный как бы арсенал, да, и что? И что он теперь будет делать? Санкции против него не снимают? Нет. Вот из победителей, да, однозначно, если бы меня спросили, кто самый успешный политик, именно политик, там, где от одной личности зависят государственные решения, поэтому Китай сюда с Цзиньпином не попадает. А вот кто самый успешный, Эрдоган, слушайте, это же надо так провернуть за Кавказием, с Ливией, за Кавказием, это еще не все. Но сейчас про Эрдогана еще, если о системных изменениях, про Эрдогана сейчас я отдельно расскажу, если о системных, то мы увидели, что в России вот эти изменения в Конституцию, это фактически смена формата российской власти, подготовка к России без Путина, и если прежняя Россия, которую мы еще видим, это был Путин и некий его пакт с региональными элитами, то вот те изменения, которые вносятся, в частности, в Совет Федерации, 30 сенаторов еще президент может назначать по своему усмотрению. Так вот, я думаю, это попытка создать круглый стол региональных элит, то есть сделать их как бы соправителями. вот отравление Навального, если говорить о смыслах, я думаю, что все-таки оно было, я думаю, что это региональные элиты, которые на самом деле слишком шустро себя ведут и имеют большие возможности и слишком как бы иногда без заглядки на центры, не осознавая, что они делают, но делают, могли быть причастны, почему? Потому что Навальный наносил удары именно по региональным элитам, которые должны были оказаться в этом новом круглом столе, который должен обеспечить стабильность России в переходный период, который мы увидим от Путина к после Путину и после него, по Карачаеву, по черкесским элитам, я когда там видел материалы, отравление когда было? В контексте того, как были местные выборы, он по местным элитам проходился, что-то там снимал какие-то репортажи и вообще, поэтому вот Навальный, но дело не в этом, Россия пытается модернизироваться, модернизировать систему власти, Россия смотрит будущее, они видели в прошлом году, что мир уже изменился, и если говорить еще о важной эпохе результатов внешнеполитических для России, как я говорил, внешнеполитическая экспансия России завершилась, мы увидели это по крену в Молдове, где Санду победила, хотя Санду без лояльного к ней большинства в парламенте и правительстве, это еще полдела, мы увидели, что завершается некоторый период в Кыргызстане, там сейчас затишье, но оно на время, да, по-российски этот Садыр Жапаров стал президентом, но это пока стало, изменяя в Конституцию, как дальше будет Жапаров себя вести, после того, как он изберется уже при чисто президентской республике, это вопрос, мы видим в Казахстане важные маркеры, завершилась передача, полностью завершилась передача власти от старых элит Назарбаева к новому поколению, и Казахстан, который был националистическим всегда, но просто этого не замечали, а до, кстати, из первых восстаний националистическом В Казахстане это восприняли с некоторой обидой, что примечательно, что все казахские партии, которые шли на выборы от коммунистов, которые стали Народной партией, тем более правящая Нур-Атан, они отметились на осуждении вот таких выпадов про подаренные территории. То есть мы видим, что и, кстати, предвыборная статья «Независимость прежде всего» Касым Жомар Татакаева, президента, она тоже обозначила то, что являются маркерами любого национализма. Может кто угодно как называть, все что угодно, но если есть, как в статье Татакаева, это восстановление исторической правды и исторической справедливости, в том числе по поводу голода в Казахстане, которые были во время советской власти, репрессии против казахов, да, если речь идет о языке, если речь идет о территории, если речь идет об укреплении и развитии национального самосознания, то национальные культуры, то это национализм, понимаете, неважно кто там что говорят правители и как они оправдывают себя тут, есть маркеры национальных государств, это наша общая история, наша общая культура, наш язык, наша вера, наши традиции, наша армия, наша территория, и из этого, собственно говоря, экспансионизм дальше продолжается. Наши соотечественники за рубежом, наши единоверцы, да, и так далее. Вот в Казахстане мы увидели черным по белому статье Касымжа Марта Такаева, наша идентичность в восстановлении исторической справедливости, ответим жестко всем, кто посягает на территории, всеми возможными способами и так далее. То есть получается так, что многовекторность Казахстана, с одной стороны, как бы, ВДКБ и Еврозес, но это все не мешает. То есть военное сотрудничество, да, сотрудничаем, союзники, да, экономическое, но вот мы еще где-то, у нас есть многовекторность. Ну и это вот для России новые нюансы, да, собственно. Плюс в Беларуси эти качели, эти карнавальные революции Лукашенко, то он передает, то он потом передает, то он еще что-то передает, то не передает. Короче, настолько уже утомляющая история, но тем не менее Беларусь это был знак на это десятилетие. То есть Беларусь будет потихоньку дрейфовать в другую сторону. И в Грузии. В какую сторону? Вези на Иванишвили в Грузии. Политики, по-видимому, для того, чтобы больше Саакашвили не мог его использовать в качестве этого пугала, что это все пророссийское. Владимир, все-таки в какую сторону Беларусь дрейфует, это так сказали? Мне кажется, когда я слушаю комментарии, в интервью Лукашенко, в том числе российские СМИ, то Лукашенко все-таки он еще колеблется. Вы понимаете? Он еще пытается попрекать Россию, что цены вообще-то несправедливые, но вот такие, да, но можно было бы лучше. Но вот может госзакупкам правильно допустить, а то как-то несправедливо. То есть белорусские компании с госзакупкам в России, а может еще вот нам больше чем-то прав дать и цены ниже. То есть вот Лукашенко сейчас пытается еще вот так вот юлить туда-сюда, то у него белорусские спецслужбы рассказали, что Россия собирается нападать, проводили учения вдоль Беларуси с Россией. Потом оказалось, что белорусские доблестные спецслужбы увидели, что это теперь не Россия. Польша собирается нападать им, с другой стороны провели учения. Потом, я вот думаю тоже, мы это белорусские спецслужбы доблестные организовали и штурм Капитолия, Белую революцию. Слушайте, Беларусь, Белая революция, что там уже, да? Это, конечно, шутка. Общесделкиным, общедоговорняковым, или как они там, а, большесделкиным. На самом деле, это бред. Но в Беларуси вот эти качели, они еще будут продолжаться, по-видимому, к минимуму полгода. Будет ли всплеск вот новой протестной активности? Тут вопрос. Может быть. Но может быть, если в белорусском обществе возрают некоторые группы, которые будут готовить условия для того, чтобы действительно протестом занимались не вот эти карнавалы, а радикальные группы. А их мы почти не увидели в прошлом году. Ну и еще важный итог для российской политики. То, что я говорил, что в Сирии застопорилось все. Этот Эрдоган все застопорил. Из-за него ситуация ни туда, ни сюда. В Ливии тоже влез Эрдоган, и все застопорилось. Что там еще? В Африке, но это в Африке тут. Карабах. Это в каком-то смысле точка вот для предыдущей всей этой 30-летней истории. Но это не точка. Это троеточие. Рассказываю, что произошло. Говорят, Россия победила, Россия там выиграла. Ну, выглядит, да. Разместили свои войска на территории, оставшиеся не просто от Карабаха, каким он был формально. То есть вся территория формально в границах Азербайджана, контролируемая армянами. То есть это и собственно Нагорная Карабахская область, и эти районы прилежащие. То есть вот от самой Нагорно-Карабахской области осталась половина или около того. Вот в этой части, да, разместили, по сути, гарнизон российский. Это деньги и так далее. То есть да, показали статус влияния нашей миротворки. Такие же в Молдове. Понимаете? Дальше что мы увидели? Все-таки, если говорить о простых человеческих аналогиях, то выглядело так, что вот есть Армения, да, лепший друг, можно сказать, России, российского силача, да, и это говорит, слышь, мой брат Карабах, он там что-то, ты подошел, Эрдоган со своим младшим братом Азербайджаном. И Эрдоган вот говорит этому младшему брату своему Азербайджану, да ты смелее, говорит, ты его лупи. Давай. Азербайджан, как младший брат Эрдогана, лупит, лупит, лупит в этому Карабаху. И то отобрал, и то. А эти двое стоят, старший брат, который Армения, да, старший брат Карабаха. И его гаранты вообще союзник России, и смотрят. То есть они не остановили пока, то есть все-таки кто остановился, тот, кто, тот, тот, кого лупили, тот и остановил, ничего не мог делать. То есть это было однозначно проявлением бессилия. Эрдоган вдруг пошел в наступление, сказал, а иди, не бойся, давай, забирай. Что они сделали? С точки зрения международного права это то-то и сё-то, да? Никуда не денешься. В Сирии интереса, Россия связана с этим, с Эрдоганом, они друг друга связали, друг друга связали. Я не говорю, что Эрдоган в одностороннем порядке. И что? Руки связаны. В Ливии руки связаны тоже Россия и Эрдоган и в других некоторых регионах. И получилось так, что в итоге, в итоге Армения, армяне капитулировали. Россия попыталась спасти лицо тем, что туда ввела миротворцев. Но остался интересный контекст. Армяне, вот каждый думал о своем, когда подписывали эти соглашения. Или кто-то врет. Армяне говорят, что мы не просто там согласились отдать территорию, хотя ее отобрали уже фактически, да, но некоторые районы отдали без боя, да, в комплекте. Так вот, что говорят? А вообще-то, да, но статус Карабаха же договаривались обсуждать. А Алиев говорит, нет, никакой статус Карабаха никто не договаривался обсуждать. То есть вот этот Нагорный Карабах с российскими миротворцами там это еще бомбочка, которая взорвется в будущем. А почему взорвется? Не только из-за того, что разность позиций по поводу статуса Нагорного Карабаха. По сути дела можно говорить о том, что кстати, вот реакция. Армянские высокопоставленные лица, министр иностранных дел посещает Степанакерта. Армянские депутаты посещают, из Армении собственно, посещают Карабах и встречаются в Степанакерте. Там, да? Азербайджан протестует против этого, говорит о недопустимости этого. Но армяне то привыкли, что это было вот так и оно вот так остается. И они по старинке начинают ездить. И когда им говорят это, они говорят этот Пашинян сволочь, да? Сволочь предатель и так далее. Азербайджан говорит, не договаривались ничего, никаких тут Карабах должен полностью вернуться под контроль Баку. И вот дальше что? А дальше в Азербайджане простите, очень пристально следят за деятельностью России собственно вот этом на горном Карабахе, где сейчас российские миротворцы. Даже вопрос задавали, к сожалению, на вскидку, не помню, несколько дней назад, то ли Алиева, то ли кого-то из азербайджанских высокопоставленных чиновников спрашивали, а как вы оцениваете? Они говорят, ну вообще-то это не совсем то, но учитывая, что такая сложная гуманитарная ситуация, то ладно, пока пускай делают. Вы понимаете, вот этой победы, которой удовольствовались, это промежуточная на самом деле победа, хоть и Алиев говорит, что это все, мы победили. Нет, мы еще не победили, это потому, что они думают, что им вот так вот дадут из Карабах, да? Они отдадут, там российские миротворцы, то есть через год, то есть этой победы, да, хватит и для Алиева на пару лет, а потом же скажут, ну давайте же остальную часть Карабаха. И для Эрдогана эта победа тоже, скажем, ну так и палки, а остальную часть давай. И тогда будет выглядеть все так, что Россия туда много денег вложила в восстановление этого Карабаха, российские миротворцы там вросли, и российские миротворцы вдруг могут оказаться в статусе скаут в Азербайджане, так они оккупировали, Россия оккупировала, она не дает этому Карабаху вернуться в состав Азербайджана. Или же что получится, Россия должна будет армянам сказать, что Карабах должен полностью, да, мы выводим войска, тогда армяне скажут, слушай, так вы тогда молчали, смотрели, как нашему младшему брату и нам, младший брат Эрдогана по фейсу ездил и по другим частям, и теперь вы еще говорите, мы и это должны отдать. Вы понимаете, это вот то, что на ближайшие несколько лет. Кроме того, смотрите, о черных лебедях, эти лебеди могут быть турецкие и иранские в этом году. О чем я говорю? У Эрдогана в 23-м году выборы. Эрдоган взял пример с Путина и он внешнеполитическими какими-то акциями частично компенсирует внутриполитические какие-то неприятные моменты. Вот смотрите, надо было он в Сирию пошел, да, показал влияние Турции в регионе, да, пошел в этот, в Ираке там чуть подействовал, да, побомбили курдов, пошел в Ливию показал, в Судане, в Мали гуманитарную помощь оказывают, в Сомали оказывают помощь, и в Сомали одна из проблем в отношениях с Арабскими Эмиратами, вот, из-за политики Турции в отношении Сомали, того, что там их фонды делают и советники, так вот, что, а дальше что, вы же понимаете, что на этом не закончится, а дальше может быть и союзное государство Армении и Азербайджана, как вам, Белоруссии и России можно, а ему нельзя, вот вам, пожалуйста, новый уровень развития того, что говорил, на днях Эрдоган выступал на съезде своей партии и говорил, это почти дословно можно сказать, кстати, вы точно имеете ввиду Армению, Азербайджану? Турции, Турции и Азербайджан, извините. Это было бы слишком фантастично. Конечно, спасибо, что поправили. Так вот, по поводу, сейчас я вам даже процитирую, процитирую, так, Эрдогана, вот говорит, слушайте, мы преобразовали страну, которая когда-то с трудом отстаивала права на свои земли, в страну, которая стала доминировать в регионе, как на поле боя, так и за столом переговоров. Это он дискутирует с Кемалем Квич-Дароглу по поводу турецкой внутренней политики. Дальше, смотрите, каждое, это Эрдоган говорит, каждое произнесенное слово этого человека это бесполезный расход воздуха, который дает Аллах. Расточительство, а, пардон, это он по поводу тоже, кович-Дароглу, а вот по поводу на съезде, смотрите, смотрите, как эта мания величия ретранслируется. Мой Господь дал нам возможность быть теми, чье имя будет упомянуто в истории как основателей великой и мощной Турции. Это на съезде сказано. Но дальше, что из этого может проистекать? Как я сказал, что для того, чтобы появились новые какие-то козыри, внешнеполитические, чтобы компенсировать внутриполитические какие-то сложности, нюансики, вот может быть это все. Дальше, даже с северным Кипром может быть, какой-то типа союзное государство. Кроме того, еще же направление возможное для экспансии, это связано с Ираном. То, что могут сказать, давай дальше остальной Карабах отдавай, это еще тема та же. Весь мир готовится к чему-то, что будет очень острым образом стоять с иранской ядерной программой. В прошлом году я говорил, что Иран полгода назад, что Иран ведет себя так, что иногда кажется, что под прикрытием, пользуясь тем, что этот Трамп вышел из этого соглашения, Иран говорит, ой-ой-ой, а сам намеренно эскалирует ситуацию и постепенно выходит из ограничений, не просто как демарш для США, а для того, чтобы пойти по примеру Ким Чен-Ина, по пути Ким Чен-Ина. То есть используют то, что сделал Трамп, оправдываясь, сопротивляясь, протестуя, на самом деле, под прикрытием всего этого, под этим соусом выходит из ограничений, надеясь на прорыв в ядерной программе. И многие это все больше начинают осознавать. Мы увидели, что Катар фактически отказался от поддержки братьев мусульман и запретил и ИГИЛ и транзиты и все, 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 все. Отказался от поддержки определенных группировок в Ливии. То есть Катар изменил позицию по многим вопросам и главное он изменил свою позицию в отношении Ирана, позиции из-за которой была одна из главных причин, почему саудиты с союзниками ввели эту блокаду так называемую Катара. Если тогда Эмир говорил, что нормализовать отношения с Ираном, почему бы и нет. Братья мусульмане в Египте попытались нормализовать и где они их свергли, потому что это недопустимо. Ну а в Катаре Эмир сам поменял мнение по-видимому в контексте, не без этого контекста, что иранцы выходят Поэтому вот все начинают осознавать угрозу. И тут для объединились все, Катар повернул, развернул свою позицию, его типа простили, типа простили и дальше что мы увидим? Дальше наступает момент, что с иранской ядерной программой по-видимому что-то придется делать. И тут тут вот роль Турции или возможности для Эрдогана если вспомните когда была антихусейновская кампания Эрдоган не мог быть премьер-министром несмотря на то что его партия победила он под эту кампанию против Хусейна провернул комбинацию внешнеполитическую в результате чего с него был снят запрет на занятие должности премьер-министра он стал премьер-министром дальше а дальше он этим тоже иранским кризисом может воспользоваться тем более что и самому Эрдогану не нужен этот конкурент как он говорил мы доминируем в регионе да зачем ему нужен Иран еще с ядерным оружием вы понимаете что это такое Иран с ядерным оружием и тогда получится этот Иран отбирает у Эрдогана вот это вот первенство которым пытается демонстрировать тот джихад за эти Палестину да за восточный Иерусалим то еще что-то светоч мусульманского мира лидер а тут появляется Иран с ядерным оружием с оружием которого нету у Эрдогана и становится более радикальный чем Эрдоган Иран с оружием да поэтому я думаю что Эрдоган вполне создает эти возможности и он будет торговаться с НАТО с Западом да что-то для себя выторговывать какую-то приемлемую цену и он имеет коридор возможностей и для союзного государства с Северным Кипром да повозмущаются ну куда ты денешься куда вы денетесь я что-то вот как бы тот и как возможный вариант на случай децентрализации Ирана после Хамени если скинут если эту власть дестабилизируют в Иране да и вместо Айатол придут кто-то другие да потому тюркская диаспора большая слушайте пантюркизм вообще же разбирается если Турция и Азербайджан вложат ресурсы в повышение национального самосознания тюркского населения то вы же понимаете чье это будет влияние и чья помощь да и это рядом с границей тем более что вот кажется в ноябре или в октябре было сообщение я таки не увидел что это на самом деле да не докопался но на территорию Ирана северо-западной части то есть там где Турция Армения Азербайджан да какая-то группа вооруженная боевики какие-то зашли и иранские силы их уничтожили откуда они могли войти вопрос что это были за боевики поэтому вот смотрите вот Иран да горячая она эта тема это вот различные фокусы Тердогана давайте уже об Украине Владимир завершение нашей программы об Украине вот как я говорил нулевой год как нулевой пациент да для эпохи собственно говоря в 19-м году в 20-м я говорил что выборы 19-го года это как потоп который должен вымотить авгиевы конюшни украинского старого политикума и в принципе так произошло я говорил что в октябре будет экватор как вот пик политической карьеры Зеленского это случилось да с точки зрения математической экватор будет еще в 21-м году 2,5 года да но тем не менее мы увидели полный ноль команды Зеленского кадров Зеленского это самое ужасающее что было причина всех проблем это проблемы недостаточной квалификации всех кадров Зеленского особенно в первую очередь его ближайшего окружения они может быть хорошие юристы где-то там но хорошие юристы в какой-то сфере это одно я вот для примера то что я видел на днях слушайте я я сожалел что я в 11 часов вечера посмотрел законопроект по поводу реинтеграции Донбасса и там же боже ж мой люди добрые рятуйте кто может то есть что это это монстр вот целый год писали то что совершенно вообще невозможно даже с Франкенштейном не сравнить это такая компиляция что вообще неподъемная Франкенштейн в этом случае это Аполлон можно сказать Аполлон Бельмедерский что это за текст какие-то я так подозреваю он похож на эту на чью-то диссертацию там всего не надо Владимира диссертация дописали куски чего определений правовых юридических деклараций настолько декларативный документ какие-то фрагменты из каких-то законов что-то из международного права без понимания международного права жуть это вы понимаете вот если сравнить ужас ужасный да и ужас невиданный вот это не ужас ужасный а ужас невиданный поэтому вот эти кадры вот смотрите с локдауном заплатить наперед деньги то еще до того как за месяц за месяц до того а где показатели вы понимаете это все равно что агент страховой выплатил компенсацию за форс-мажор который еще когда-то наступит понимаете такого же агента страхового выгонят ты за что заплатил деньги форс-мажора нету из-за соплей из локдауна пардон чтобы не случилось гриппе то есть это полная чушь и по многим законам реформа районов это ужас избирательный закон это катастрофа и везде кадры везде кадры и сейчас они уже там принимают законы там что-то там изменение в конституцию я с ужасом жду это изменение конституции лучше пускай ничего не касаются потому что изменение конституции это будет тоже что вот это причудливая реформа района поэтому Зеленского у Зеленского либо он будет менять кадры ближайшее окружение потому что эти кадры они главные кадровики которые не способны оценить организовать работу на надлежащем качественном уровне в каких-то сферах они суперспецы наверное но с точки государственного управления это не вот те сферы не совсем те сферы в которых они работали это своя специфика они ее не понимают ну и вот я же говорю что на самом деле Зеленский поссорился с этим с конституционным судом да конституционный кризис как его урегулировать непонятно то есть мы видим куча проблем на которые реагируют как бы задним числом то есть в догонку да то есть наперед никто ничего не думает системного видения нету есть советники которых по лайкам наберут на работу которые опускают потом мыльные пузыри по поводу какой же успешный был саммит на уровне советников никакого успеха будут вступе в том же формате Россия Россия на политическом урегулировании настаивает украинская делегация на вопросах безопасности так так уже 7 лет слушайте 6 лет да сколько можно это считать успехом того чего до вступе то есть полный интеллектуальный ноль полная интеллектуальная бесплодность эти кадры которые нанимают других кадров не сами эти кадры не способны родить чего-то новое не те кадры которых они нанимают тоже не способны родить что-то новое команда капсулируется и вот эта капсуляция команды вот эти кадровые проблемы и то как они отбирают кадры все это очевидным стало проявлением вот той поспешности с которой Зеленский распустил Верховную Раду в 2019 году вместо того чтобы создать нормальную команду мощный аппарат в офисе да он с этими неучами сейчас я уже может быть кульгарно обидится он ринулся вот распускать в итоге кругом одни неучи но даже неучи не хватило на местные выборы сформировать нормальные команды и в итоге что получается вот нулевой год мы ноль увидели то есть сеять не они будут они потоп который вымыл а сеять будут другие и вот этот год будет довольно тяжелым решающим в смысле вот праймерис кастинги начнутся вот полноценные кастинги альтернатива Зеленскому потому что рейтинги показали что в рейтинге услуги народа упали и все эти рейтинги вот столпились внизу да это болото это болото это консервация это стагнация политическая это снова никуда не годится это вот старые неудачники дополнились новыми неудачниками поэтому проблема проблема кадров и если Зеленский не будет менять кадры не отстранит термака не заменит или не усилит термака кем-то кроме блогеров и еще каких-то этих советников там понимаете этих заместителей кадровыми людьми которые разбираются в госуправлении это отдельная даже специальность да как политика да политика профессии госуправления это профессия и призвание так вот то нельзя исключать что вот эти вопросы с неоправданным использованием средств госбюджета наращивание долга без кучи провалов по разным вопросам госполитики тарифы да тарифы да это же не временное решение нашли а системное решение ну Витренко достаточно неплохой вариант предложил ну посмотрим но это такое еще надо реализовать его дальше смотрите плюс конституционный суд который подыграл Зеленскому в 19-м году по поводу распуска Рады теперь он не подыграет да и что а что что теперь в суды ходить то есть вот этот тупик это да образовался куча провалов куча завалов что делать что делать одной информационной политикой этими мыльными пузырями уже не отделаешься и да открывается дорога к досрочным выборам Верховной Рады и после Рады к импичменту в два в два в два в два в два приема так сказать судью конституционного судей судей конституционного суда которые они хотят отстранить они могут оказывать на них давление но просто так выпихнуть они не могут должностей да то есть давят-давят оказывают давление но выпихнуть не могут поэтому да а соблазны Кого-то нового завести возникает В Зеленском Разочаровались многие Его непрофессионализм Он бестолковый и куплен Власть не то чтобы выглядеть Хотя бы внешне принципиально Действует на этих курортах При том что введен Штрафы введены За хождение без масок В местах скопления На курортах Это знаете Такая какая-то Это детская наивность Люди даже не осознают Что они делают Понимаете это просто Жесть Не осознают даже что они делают Что будьте хотя бы хоть чуть-чуть Уже в последовательности Ты же домой в четырех стенах Вообще там целоваться со всеми в разных Вариантах Но на публике одень маску и ходишь Это елки-палки Ну и вся же команда такая Она такая инфантильная Удивительно безалаберная Ну про законодательство По поводу них я говорил Это просто Это конечно ужас С минскими соглашениями Как я говорил Ну они с этими минскими соглашениями Все носятся Как знаете С каким-то фетишем ритуальным Как это Ленин в Мавзолее Да Эти уже минские соглашения Ну Не работают они Нет в Украине Вот возможности Это все имплементировать То что там записано Да это провал Порошенко И все это Так сказать Профессиональные команды Потому что минские соглашения Это самый яркий Такой публичный провал С точки зрения Оценок компетентности команды И президента Порошенко И внешнеполитического блока Вот этих всех Каркающих профессионалов Которые были при нем Ну это же просто жуть Вы же там были все Ладно у президента Всего в голове этого Но вы же там куча консультантов Да О чем вы думали Что вы это Согласились На что вы рассчитывали Вы что свою фракцию не сдали После военного этого Пошева так сказать Там где вот народный фронт был Да еще Блок Петра Порошенко Все воинственные Куча добровольцев Бывших там ветеранов И так далее Что они на это могли согласиться Нет Поэтому вот Сейчас вот с этим То что мы видим С этими встречами Нормандскими То что Ермак Одна часть составит Смысл этих встреч Смысла два Смысла два Первое Зеленскому для того Чтобы показать Что нету Полного провала По этому направлению Нужна еще встреча На высшем уровне Сами С Путиным Кто там Меркель пока еще Макрон Да А встречи нету Значит и все Закончилось Владимир Александрович Ничего у тебя Не получилось Ну и второй Смысл Это персонально Ермак Куча Компания Мыльных пузырей Так вот Почему Потому что Ермак Взялся Это дело Думали Великий Дипломат И способен Решать А тут Оказывается Стоп Ничего Ты не можешь Решать Все Остановилось Да Остановилось Куда дальше Ничего Дальше Ну и Тоже Вот Еще Смотрю Люди Эксперты Которые Цитируют Слушайте Президент Говорит Что в случае Отказа От минских Соглашений С Россией Будут Сняты Санкции Санкции Слушайте Где Они Это Взяли Там же Куча Дипломатов Юристов Международников Которые Что-то в судах Там вроде бы Отстаивают Вы Что Не знаете Что Санкции Не привязаны К какому-либо Переговорному Формату Но это Просто Жесть Санкции Привязаны К нарушению Норм Международного Права А не К переговорным Форматам Чего бы Не касалось В том числе Ситуации С Донбассом Или Вот Еще Еще Один Маркер Непрофессионализма Политологов Политических Экспертов Как таковых То есть Я не говорю Что Вот именно Международники Только Кто такие Международники Это Те же Политологи Которые знают Три Азбуки Веди Власть Политика Государства Три Азбуки Веди Вообще Политологии Без вот этих Всех рассуждений Фукуямы И так далее Вся эта философия Это все философия Это рассуждения Есть нечто Конструкция Архитектура Основа Каркас Скелет Политологии Власть Политика Государства Все остальное Могут рассуждать Все что угодно Хабермансы Там разные И все Так далее Вот если человек Этого не знает Все рассуждения Это все Не больше чем Попытка сверкнуть Умом Так вот Из этих Трех Азбуки Веди Происходит Международное Право Единственное Что нужно еще Понимать Дополнительную Специфику Так вот Так вот Так вот Если знать Эту дополнительную Специфику Резолюции Резолюции Совета Безопасности Он Имеет Обязательный Характер Конфликт На Донбассе К таким вопросам Не относятся Кроме того Резолюции Обязательные Для всех Они Содержат Предписывающую Часть Вот если вы Посмотрите Ради интереса Резолюции По Северной Корее И так далее Предписывается То-то 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 И это И это И то-то А Резолюция По Минским Соглашениям Да Поддерживаем Одобряем И завершается Чем Постановляем Продолжать Работу Это как Будапештский Меморандум Собраться Если что Поговорить Что делать дальше Поэтому Два маркера Самых ярких Для оценки Профессионализма Либо непрофессионализма Политологов Спасибо Ну что ж Владимир Будем с вами Собираться И еще Говорить Обязательно В этом году Будем видеться Всего доброго В новом году Напоминаю Наш партнер Медицинский центр Призмы Мы благодарны Нашим спонсорам Подписчикам На Патри Ване До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова